Добро пожаловать на вторую часть видео по прохождению нашего любимого обновления в поле и вы наверняка думаете почему на видео такой эффект или почему небо выглядит так потому что я сижу в луже водички и нашел лучшего места чтобы делать интро и начинаем видос с киньяты связи таки нет и потому что этого человека я рад всегда перед собой видеть на самом деле она не человек но что она нам скажет дайте посмотрим причина по которой она здесь это отношение с ней на четвертом уровне и у нас теперь доступен с ней квест плюс на засуги квест джинны его тоже надо сделать вот мы все подарочки подарили кто еще я хочу третий уровень наконец-то набить с ой 4 с эйнаром чтобы начать его квест и выбрать его как своего шепа так что давайте с киньяты начнем чё она нам скажет привет привет не хочу драматизировать но мне кажется что моя мама сейчас взорвёт мою жизнь похоже на неё да в хорошем или в плохом смысле моя мама не знает что такое веселье она разослала приглашение на мой бал в честь декларации пути не сказав не об этом а разве ты не заявляла что не хочешь нет просить стать чем-то учеником это целое дело там около 15 шагов а там около 50 шагов которые я должна сделать чейн обычно довольно спокойно даже он не позволит мне просто пропустить все это поэтому что я попросила пожалуйста чейн обычно довольно спокойно даже он не позволит мне просто пропустить все это потому что я попросил пожалуйста не понял о чем она говорит но да ладно бабу через неделю, а моя мама сейчас заставляет меня бегать по всем этим делам, помогать ей с планированием. Вроде как, мой любимый человек, ооо, ты мой тоже. Я вроде как надеялся, что я тоже твой любимый человек. Все верно. А это значит, что ты захочешь мне помочь, верно? Ха-ха, серьезно, вот так вот? Ладно, не говори ничего больше, я тебя понял. То есть, я как бы должна сказать чуть больше. Если бы ты мог пойти помочь моей маме с планированием вечеринки, у меня не было бы... У меня было бы достаточно времени, чтобы закончить ритуалы ученичества до моей декларации. Пока она будет отвлекаться на эти партийные дела, она не сможет саботировать меня. Ха, поняли. Я лучше вернусь к этому, спасибо, Фира. Ты точно приглашен на декларацию. Интересно, интересно, что там будет, что-то церемония такая. Пока. Так, что по почте? Хекла пишет. Здравствуй, человеческий друг, по лицу Джина теперь течет грусть. Я не знаю, как поступать дальше, колыбельное нежное укачивание больше не... А, похоже, больше злят ее, чем успокаивает. Мои знания подводят меня. Окей. Надо с Хеклой поговорить, что там с зеленой происходит. Надеюсь, ее не бросил какой-нибудь парень. Что у нас тут? У нас тут все стабильно, пока все растет. А по заданиям нужно найти ключ от ящика. Сейчас ночь, как раз таки пойдем в зеки поболтаем насчет батарейки, который я нашел. Да. И попробуем в шахты залезть, посмотрим, что там за шахты такие. Наконец-то. А еще у нас есть задание от Рэта, если не забыли. Нужно найти ключ от таинственного ящика, который у него в кладовке стоит. Ну, который ему зеки принес. Так что, может, об этом что-нибудь тоже узнаем. Для начала найдем Эш, чтобы поговорить насчет вечеринки. Чем я могу помочь, чтобы Кенниат не такая занятая была. Эш у нас в своем кабинете. Привет, Фира, посмотри на это. Какая-то мокрая газета. Это моя газета, полностью испорчена. Тот монстр Хосиана крадет их последние две недели. Вчера я ждала всю ночь, чтобы посмотреть. Вчера я ждала всю ночь доставки, но монстрик выпрыгнул из кустов и схватил с рук Ауни газету, которую он протягивал мне. Я ждала Хосиана, что он будет тренировать своего пса. Да, у свободная душа. Может быть, у него душа и свободная, но моей газеты нет. Так, я буду за это его наказывать. Ты подойди к этому наглецу и найди, где он прячет все газеты до того, как я его не запретил в городе. Я обыскала всю хильму, но так и нашла ничего. Так что он наверняка где-то прячет его в Бахарибей. Понятно. Так, у Эш похожи проблемы. Что насчет вечеринки Кенниата? Не могу поверить, что моя дочь послала тебя вместо себя. Вообще, что она делает в этот час на небесах? Бегает с этим конюхом, как я понимаю. Нет, ты ошибаешься. Ну что ж, я позволю ей получить последние несколько ура, прежде чем она начнет стажироваться у меня. После Бала Декларации жизнь Кенниата будет полностью посвящена государственной службе. Звучит не очень. Однако, это неоправдание для того, чтобы позволить дому быть позорным. Вот список украшений, которые мне понадобятся для Бала Кенниата. В конце концов, мы не должны позволить Герцогине опередить нас с Балом Юного Эшелона. Что за предметы ей нужны? Два знями кельмы, четыре фонаря, кельмская корзинка с фруктами. Ага, будем сейчас крафтить много мебели. Ой, а вот и Джина ходит, смотрите. Грустненько, а без Хеклы, Хекл там гуляет. Чё случилось? Привет. Хекл говорит, что у тебя не всё в порядке. Ой, Хеклу нужно учиться тому, что иногда расстраиваться это нормально, и что не всегда есть способ всё исправить. Какого-то плохое настроение. Иногда мир туп и не имеет смысла, и нет никаких решений, только проблемы. Хочешь поговорить об этом? Не совсем. Как я уже говорил, Хекле не смысл тратить энергию на слова, которые всё равно никому не принесут пользы. Так, ну она мне ничего не сказала. Давайте Хеклой поговорим об этом. Хекла, стой, нужно поговорить. Короче, Джина не хочет говорить. Если она беспокоена тем, что тратит метаболическую энергию и разговаривает, то у меня может быть решение, как заставить её раскрыться. Я записал рецепт её любимого жидкого блюда на основу грибов. Не мог бы ты растопить ингредиенты местными над устройством для разогрева пищи? Боюсь, что костёр неэффективен не имеет приготовления таких кулинарных изысков. Окей. Значит, нам нужно приготовить грибной суп. Нам дали рецепт. Сейчас, по-моему, грибной суп сделать, ну и собрать все эти вещички. А до этого поболтаем с Зэки. Я хочу услышать, что он скажет про батарейку, которую мы нашли. Сейчас спустимся к нему в подвальчик. По пути не забываю купить что-нибудь полезное. Айо, Зэки, чем ты сегодня торгуешь? Смотрите, автомат за 60 тысяч, были бы денюжки. Мы можем поболтать о коем-чем магическом? Давай поговорим, парень. Только помни, что я беру почасовую оплату. Сифу мне сказала, что ты можешь починить эту батарейку. О, заставил Сифу работать с магическими батарейками. Кажется безопасным. Супер безопасным. Если тебе нужно исправить эту штучку, тебе, значит, нужна моя... А я только что узнал, что мне нужно обновить страховку жизни. Ну сделай это для меня, пожалуйста. Успокойся, приятель. Просто дергай тебя за хвост. Не откроете маленький секрет. Чтобы зарядить свою батарейку, те нужны магические камни. А с Орденом, который бегает туда-сюда, их осталось мало. К счастью для тебя, у меня есть как раз-таки пару штучек. Просто тебе нужно пойти забрать их для меня. А чё, Орден уже конфискует магические вещи? Да, эти вещи обычно очень опасны. Даже взрывоопасны. Я один раз дал на джуме камушек, и она чуть не взорвала брови Ходари. Ха, если бы только она могла. Короче, с нормальными знаниями и этими камушками ты починишь свою батарейку очень быстро. А я серьезно скажу Сифу, что после этого мы в квадрате. Ну, мы в расчете, скорее всего. Смотрите, нам нужно теперь камушки собрать. И все это в Бахаре Бэй. Давайте сначала домой заглянем, посмотрим, что нужно для мебели, которая для здания скинет. У-у-у, прокачались. Ну, а я сейчас следует ударю. Так, и у нас два знаний Кильма осталось. Рецепт, кстати, это Кильмский сет. Сейчас покажу. Вот это обеденный стул Кильмской таверны. Игра открывается, кстати, кто хотел. Вот декоративная пшеница, рог. Кстати, пшеница выглядит потрясной вообще. Так, для знамя у коралла нужно. Сейчас быстренько соберем. Так, пока сделаем любимую блюда Джинни. Нарезаем лук, нарезаем чеснок, помешаем чуток, делаем тесто, создаем багетики, добавляем все ингредиенты, забираем багетик и мешаем. Не забываем добавить молоко. И наш супчик готов. Знаете, было бы круто, если бы они добавили какие-нибудь тотемы, как в Стардио Валли с телепортами, ну, в эндгейме. Либо за очень большую цену. Потому что каждый раз бежать из дома в Бахари Бэй, ну, такое. И вообще, я хочу, чтобы они добавили какой-нибудь данж, чтобы проходили игроки все вместе, либо одному с другом. Неважно. Потому что стрелять мы уже умеем, бомбочки хидать тоже. Почему бы не сделать какую-нибудь механику, механику сражения с мечом? Запустить туда монстриков, чтобы мы с ними сражались. Прикольно же. Сейчас быстренько наберем кораллов для мебели и сделаем всю коллекцию. Кстати, кимский сет мне очень нравится. Смотрите, сколько предметов для дома есть. Инструменты, камина, свечки всякие, всякие цветочки. Зацените, прям красота. Еще чайник открылся. Хочу. Ой, свечка, это прекрасное дополнение к столу. Смотрите, как в ванне смотрится офигенно. Так, ну для киняты мы все сделали. Нужно отдать все это Эш. Грибной суп мы тоже сделали для Джины. Что еще осталось? Грибной суп мы тоже сделали, так что пойдем сейчас все это отдадим и бахарибай. Так, нашел Эш. Держи. Все твои украшения. Эти приемлемы. Когда увидишь мою дочь, можешь понять, что теперь она может развлекаться. Когда придет время, ей лучше быть готовой к правильным выборам. Окей, окей, строгая мама. Ни одна моя дочь не будет поймана за голдежом, когда она будет на работе. Отлично. Теперь расскажем об этом киняте. Скажем, что она свободная, может делать что угодно. Осталась Джина, с ней поболтать. Джина, ты что-то в последнее время грустная, так что на, покушай. Держи. Я принесу тебе кое-что. Грибной суп? Это мой любимый суп, как ты узнал? Хекла. Конечно, она решительно настроена на то, чтобы я почувствовал себя лучше. Даже если для этого придется призывать на помощь всех людей в деревне. Если честно, это немного смущает. Я полагаю, что такой милый жест заслуживает награды, что ты хочешь получить взамен. Хочу узнать, почему ты такая грустная была. Я и не сказал тебе раньше, потому что это очень не лов. Институт Бахари считает, что я еще не готов стать полноценным ученым. Ооо, но они ошибаются. Они говорили, что найти библиотеку сколько времени я потратил, чтобы эти бандлы заполнить. Это настоящая работа ученого. Они хотят, чтобы я сделал уникальный инсайт. Не просто уникальное открытие, которое мог сделать любой человек, оказавшийся в нужном месте в нужное время. Я уверен, ты с этим справишься. Ну нет, если честно, я уже подумал, бросьте эти ученические штучки. Другие ученики всегда говорили, что единственная причина, по которой я попал в институт, это то, кем является мой отец. Кстати, а кто ее отец? Может быть, были они правы. Нет. Я могу тебе помочь придумать новую тему? Знаешь, на Бахаре много руин. Если ты увидишь там что-то, что может стать хорошим туристом, дай мне знать. Поняли, приняли задание, приняли. Так, ну здесь мы все сделали, так что пойдем в Бахаре Бэй. Мне реально интересно, что тут вообще за черник. Может, квест какой-то? Так-так, Бахаре Бэй, чем ты нас удивишь? Да, много чем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это все поиски? Это все поиски. Понятно. Что насчет шахты? Давайте сначала в шахту заглянем. Как раз здесь была. Ладно, мы отвлеклись ненадолго, ничего страшного. Посмотрим, что тут в шахтах. Крыши отсюда. А, это просто комната, где динамит лежит? Ну нет, я ожидал реальную шахту какую-нибудь. Ай-яй-яй-яй. Ладно, забираем. Тогда давайте камушки искать. Раз, два, три, четыре, пять. Пять мест. Первое начнем отсюда, затопленного города. Так-так, ищем камушки для зэки. Туда крабов ловит. М-м-м-м. Кстати, хорошее место для фарма крабов. Тут вампирские крабы водятся, и фиолетовые части встречаются. Я тут ловил несколько. Так-с. Оп, требочек. Еще один. А вот и первая ваза. А, стоп, нет. Задание получил? Стоп, старая монета. Ого, нужно в жителей спросить, что за монетка. Интересно. Так, это не то, что нам нужно. Нам нужно камушек для зэки найти. Не забываем попить водички. Так-с. Мы теперь в шахтах. Где тут вторая ваза будет? Или вообще что-то другое? Ага, смотри, что-то лежит. О, мы первый камень нашли. Да, а то ваза я так и не понял, откуда. Почему у меня метка была на карте? У меня даже заданий не было. Оп, второй. Так-с, ну я собрал два из трех, значит все остальные камушки тут будут? Соберите камень у воды. может имеется ввиду где-то снизу? А, да, вот. Так, соберите камень сверху и рядом с руинами. Но сверху я знаю, где это, вот там, в самом верху. Давайте с улицы зайдем. Интересно. О, золотой камушек нашел. Так, этот камень, который был сверху, да, и рядом с руинами. А, вот. Все-таки, да, рядом. Да, все-таки рядом с затопленным городом, просто когда заходишь в шахту, его не видно, потому что он справа стоит. Ну, вроде все собрали. Опа, тут есть пали. Эй. Так, ну раз же все магические камушки мы собрали, теперь пойдем быстрее к ходу Дарии, отдадим ему динамит. Скажем, что у нас Джума вообще не виновата, и вообще зря ты на нее жаловался. Скажем, что это все призыв сделал. Может, потом узнаем, кто этот был призрак, который ворует динамит. Кстати, я в прошлый раз хотел показать, что если даже персонаж спит, можно к нему подойти в двери комнаты и поболтать с ним. Ну, а если вы зайдете к нему, то он там уже как раз таки будет. Видите, зайти я не могу, но зато могу поговорить. Держи свой динамит. Что? Где? Старая запертая часть шахты. Он сам тоже не в курсах, потому что ключ только у него и у Наджума. Это место было опечатано с тех пор, как, ну, Наджума никак не могла получить ключ. И она ни за что не вернулась бы туда, даже если бы вернулась. Я лишь пойду поговорю с Наджумой. Спасибо, что открыл мне глаза на то, каким прям я был. Не так уж и близок с большинством людей, но всего хорошего. Отлично, Наджума не виновата. Сделали это задание, получили мы свой стейк. Немножечко славы дали. Опять у нас много славы, нужно накупить участков. Потом, что у нас на карте было? Еще два области для поиска. Давайте посмотрим. Так, первая область это наверху. Скорее всего, нужно будет к статуе подойти. Я помню, тут статуя была одна наверху. Да, я камушек собрал и все у меня отменилось. Так, значит, еще одна статуя у входа и еще одна статуя тут. Так, ну это последние руины вроде. Что-то есть. Пока ничего интерактивного. Вроде все. Или нет? Все. Так, давайте посмотрим. О, что-то нашли. Кучка грязи. А, газету нашли. Ха-ха. А, это оказывается квест с Тау. Ну, отлично. Много чего сделали, пока бегали здесь. В итоге. Шеп, уйди. Так, Зехе сейчас принесем камушки, чтобы он зарядил батарейку. Груз пока непонятно, где ключ. Музыка тоже. Огненную стрекозу не находил. К Джинни сейчас вернемся. И поболтаем с Эш насчет Тау. Эш, я как раз тебя искал. Держи свою газету. Так, газету отдали, теперь к Зеке. Я у Зеке. У тебя невидимый стол, но да ладно. Я нашел старую монетку. Горячая штучка. Ты тоже нашел такую? Знаешь, что, поскольку у нас с тобой похожи схожие интересы, я открою тебе один секрет, который я нашел. Однажды я окажусь в бухте Бахарии и поищу еще нескольких таких малышей. Рынок коллекционеров сейчас очень популярен, понимаешь? Когда я увижу, что под этой статуей феникса находится целая куча. Не хочу сказать, что любопытство взяла вверх, но я засунул монету ей в рот, и она выплюнула эту бумажку прямо наружу. Прямо как моя счастливая машина. Жаль, что я не могу ее прочитать, если только ты сможешь. Читаем бумажку. Ни одна плоть не может противостоять разрушительному действию времени. Вау, ты думаешь, что это загадка? Человеческая цивилизация, конечно, рухнула и все такое, но должно быть что-то еще. Может нам стоит поработать вместе, просто найдем еще несколько монет, бросим их в рот птицы, и мы оба окажемся выигрышными. Что скажешь? Нормально. И он нам дал задание, он изобрел какую-то машину, для которой нужен металл. Так что, это все про металлы. Так, давайте прочитаем, что за задание. Принесите зеке различные виды металлических слитков и поговорите с ним, пока он не находится в вашем инвентаре, чтобы узнать, что ему нужно для создания его таинственного изобретения. Что у меня сейчас есть, кстати? Железо принес. Передай мне утюг, я посмотрю, работает ли он. Ему нужно 5 железных слитков. Окей, попробуем железными слитками. Сейчас, давайте тогда домой, быстренько. Оставлю все, посмотрим новые обои, которые я у Хосяна купил, какие они. И пойдем ночью за экипт. У нас какая-то почта. Ударий дает нам 2 слитка. Поговорил с наджумой обо всем, извинился за свои предположения, но не уверен, что без тебя я бы вытащил свою голову из того места, где она застряла. Так что спасибо. Еще раз. Мне повезло во время добычи, я подумал, что тебе это пригодится. Если нет, просто бросай их в корзин для травки, мне все равно. Спасибо за слитки. Слитки довольно дорогие, отлично. Рад, что он наконец-то решил свою проблему с дочкой, я ему помог. И Кенята пишет. Уважаемый Фейра, угадайте, кто стал новым учеником целителя Кельмы. Поздравляем. Я бы не смогла это сделать без тебя. Давненько никто не верил мне так, как ты. Так что знаешь, спасибо. Я этого не забуду. После того, как я стану официальным учеником, я буду очень занят, так что постарайся не умереть. А если тебя все-таки ранят, позаботься о себе вот этим. Набор целителя. Вау. Слушайте, может это как раз так и подсказка к тому, что я говорил. Может добавят какие-нибудь данжи с монстриками. А это будет как хилка. А я могу его поставить? Могу. Отлично. Подарок Кенята можно поставить куда-нибудь красиво сюда. Вот. Красота. Так, и обои. О, они тоже анимированы. Похоже, все обои, которые мы покупаем за очки мастерства, они все анимированы. По-моему, вот сюда вот вообще шикарно. Смотрите, проходик такой. Нет, он выглядит вообще классно. Я еще такие же купил для кухни у Рета. Смотрите, тут рамен плавает. Так, ну а пока мы ждем ночь, чтобы повладать зеки, нужно заглянуть в Джине быстренько, спросить у нее, что да как, рассказать про руины. Может, она новую тему для себя придумает. Смотрите, какая милота. Смотри, Джина, у меня для вас есть новая идея диссертации. Неужели, что это? Нашел, что Бахари, но самое прикольное это акведуки. Вот, ты имеешь ввиду гигантский акведук, который проходит через Бахари, мне всегда было интересно, что они несут. Каналы выглядят слишком большими для воды, а их форма указана на том, что они были закрыты. К тому же, там есть старый храм Феникс, который выглядит немного старше. Здесь так много всего, что можно использовать и понять. С моей стороны, было глупо думать, что я остановился только потому, что мое предложение по диссертации было отклонено. Я должна знать, что здесь произошло. Не только для того, чтобы стать ученым, а потому, что я хочу знать. Потому, что ты заслуживаешь того, чтобы знать. Спасибо, что помню мне это зазнать. Отлично, с женой поговорили. Зеки сейчас отдадим металл. Ё, мой друг, вот тебе железо. Спасибо, приятель. Мне напишу тебе утром, чтобы ты знал все, как получилось. Это мы закончили. И нужно теперь чуток подождать. Кстати, за выполнение квеста жена нам дала вот такую статую феникса. Довольно большую. А пока что пойдем посидим на низу. Посмотрим, сколько там народу вспомнилось. В прошлый раз весь сервер сидел там. Я не понимал, что происходит. А они, оказывается, ждали зеки. Все говорили про камни, камни, или это, что за камнем все начали выгорать. Да, было весело. Какой красивый коврик. Раньше тоже прикольный. Заведу коврик с собой. И этот тоже. Короче, посидим и подождем зеки. Смотрите на него видео от видео. А вот и он. Города, я по поводу батареек. А, хорошая работа. Давай теперь посмотрю, как можно пополнить твою батарею. Тебе лучше отойти. Ну или не отходи. Неважно, если взорвемся. Вот, держи. Отлично, в нем до сих пор есть магия. Теперь добавим заправ для батареи. И... Пам. Теперь бери это и убегай отсюда, пока нас кто-нибудь не спалит. Теперь отнесем батарейку Сифу. Она как раз тут гуляет ночью в таверне. Сифу, держи, батарейка заряжена. О, магия зеки? Я надеялся, что он взорвется. Хочешь взрывов? Это идеально. Я вот подумала, что тебе не помешал бывший охотник на монстры в твоем маленьком путешествии. Мощество приключений, в которое я попадаю, заканчивается взрывом, в конце концов. Ха-ха. Твою батарейку к двери. Мы встретимся с тобой внутри и приступим к приключениям. Найс! У нас будет приключение Сифу. Надеюсь, она там будет своим мечом махать. Ну и на это все, ребят. У нас время заканчивается, а то видосик будет слишком большим. Вот. И... Хочу сказать еще раз спасибо за то, что вы меня поддерживаете на канале. Смотрите, лайкайте, комментируйте. О, у нас еще есть задание с Хэклой. Но это уже мы завтра будем на следующем эпизоде проходить. Так что да, спасибо большое за просмотр. Это было все на сегодня. Я с вами прощаюсь. С вами был Фира. Заходите в Дискорд, посидеть, поиграть с ребятами. Там уже народ потихоньку собирается. Не забывайте про сообщество и писать мне о том, что вы из Ютуба смотрите, сколько у нас народу. Бам-бам-бам. Поэтому все. Я увижу вас в следующем эпизоде, ребятки. Пока-пока. Бай-бай. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Just let me be.